Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Вирусная атака. Количество заболевших корью в регионах и центральных областях растет. Достаточно ли мер, которые принимают власти? Остаться в живых. Кто средь бела дня расстрелял и ограбил запорожского бизнесмена? Свершилось. После 24-х часовых переговоров немецкие политики разродились коалицией. Полмиллиона долларов детективу НАБУ. В Одессе депутата облсовета и его сообщника подозревают в попытке дать взятку сотруднику Национального антикоррупционного бюро. В обмен на возможность снять арест со счетов фирмы, которая, по данным следствия, завладела бюджетными средствами, продав мэрии Одессы здание по завышенной стоимости. В НАБУ подозревают, что депутат этот связан с данной фирмой. О подозрении ему объявили сегодня. Ни имени этого народного избранника, ни партийной его принадлежности в бюро не сообщают. И сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Пойманного на взятки в 300 тысяч долларов Ореста Фурдычка оставили на должности директора Института агроэкологии. Такое решение принял Соломинский райсуд Киева. Напомню, Фурдычка задержали в декабре прошлого года. Он требовал взятку у директора предприятия за продление договора о строительстве жилого комплекса на территории института. В январе подозреваемому уже избрали меру пресечения. Это содержание под стражей на два месяца с возможностью залога в 3 миллиона гривен. Дело о трагическом пожаре в лагере Виктория. В Одессе со скандалом рассматривают вопрос о мере пресечения директору этого заведения Петра Сосаркисяна. Почему заседание затянулось на два дня, расскажет Андрей Анастасов. Срок содержания под стражей Петра Сосаркисяна истекает уже в понедельник. Адвокаты подозреваемого просят, чтобы его отпустили под домашний арест. В прокуратуре настаивают на продлении содержания в СИЗО. Бывшего директора лагеря Виктория подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, из-за чего в огне погибли три девочки. Анастасия Кулинич, Соня Мазур и Снежан Арпентий. Самой старшей было всего 12 лет. Саркисян, пребывающий на свободе, может знищить, схватить или спотворить вещи, которые не удалось найти и которые могли быть речевыми доказами. С прокурором солидарны и родители погибших детей. Они опасаются, что выйдя на свободу, Саркисян может сбежать за границу. Дети погибли в государственном учреждении. И Саркисян, так как он директор лагеря, он должен понести ответственность в наказание. Но заседание затянулось на два дня. Вчера сразу двое судей Приморского райсуда Одессы заявили самоотвод. Сегодня автоматическая система выбрала для рассмотрения нового судью Романа Гончарова. Но адвокаты Саркисяна заявили ему отвод. Я считаю, что судья Гончарова особо заинтересована в результатах розыгрыша этой справы. Оскільки знаю про суспильный резонанс этой справы. Та замученные деяты не в рамках членной применения специального кодекса Украины. Это заявление поддержано не было как безосновательное. Тогда защита представила целый ряд новых ходатайств и отводов. И так до самого вечера дошло до смешного. Адвокаты попросили новый стол. Мол, им тесно. В итоге своим столом пришлось поделиться прокурору. У родственников погибших не выдерживают нервы. Сколько можно брать эти отводы? Два дня здесь родители мучаются. Родные погибших детей уверены. Адвокаты сознательно затягивают время, чтобы суд не успел продлить меру пресечения Саркисяну. И тогда он в понедельник выйдет на свободу. Напомню, пожар в лагере «Виктория» произошел в Одессе 15 сентября. В момент ЧП в деревянных пылающих корпусах находились 42 ребенка. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал «Интер» Одесса. В данный момент судья удалился в совещательную комнату, чтобы вынести решение по продлению меры пресечения. Мы продолжаем следить за развитием этой ситуации. Как только станет известно решение, обязательно к этой теме еще вернемся. Вооруженное нападение в Запорожье. Грузовой автомобиль частных предпринимателей из Хмельницкой области обстреляли среди бела дня. Один человек тяжело ранен. В области объявлен план «Перехват». Все подробности знает Сергей Бордюжа. Инцидент произошел около полудня на одной из промышленных окраин города. Преступники явно подстерегали жертву. Грузовой рефрижератор заблокировали двумя легковыми автомобилями. После чего открыли стрельбу. Из неофициальных источников известно, жертвой налетчиков стали трое предпринимателей из Хмельницкой области. Они привозили в Запорожье мясо. Продав товар, возвращались домой. Во время нападения у бизнесменов отобрали выручку. Предположительно 300 тысяч гривен. И тяжело ранили одного из них. Все-таки зацепили один из крупных краеносных сосудов. Его жизни сейчас угрожает кровопотеря и болевой шок. Его оперируют. Если это все будет локализовано, дальше будет жить. Я думаю, что все будет в порядке. На месте происшествия криминалисты работали весь день. Нашли гильзу от ружья и пистолет Макарова. Оперативники, как и очевидцы, с прессой не общаются. Я вам уже объяснил. Все без комментариев. Пожалуйста, все следователю. Он следователь, все пояснит. Официальных комментариев от полиции пока нет. Все так же из неофициальных источников удалось узнать. Нападавших было трое. И личность одного из них якобы уже установлена. В его доме прошел обыск. На вопросы о личности подозреваемого соседи реагируют раздраженно. Вон есть полиция. Правоохранительный вор. Задавайте вопросы сразу. У нас он не трогает. Отлично. Позже в СМИ появилась информация, что место, где скрываются подозреваемые, установлено. Силовики готовятся к штурму и ведут с ними переговоры. Но уже к вечеру в полиции эту информацию опровергли. Злоумышленники в розыске. В области объявлен план перехват «Сирена». Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал «Интер». Запорожье. Боевики продолжают нарушать договоренности о прекращении огня. По сообщению штаба АТО, за сутки противник обстрелял украинские позиции четыре раза. Били из гранатометов и минометов. Под Авдеевкой побывал наш военный корреспондент Геннадий Вивденко. И он расскажет о ситуации на передовой. Вот так прилетает одна из мин со стороны противника. В район наших позиций перед Авдеевкой. Вражеский минометный обстрел начался после полудня. Средь бела дня начался обстрел минометный наших позиций, которые находятся в глубине. Нарушение минских домов. Особовый склад. Получил команду, ушел в укрытие. Работает батарея противника. Миномет 82 мм. Вот сейчас в течение 15 минут. Три выхода было. Три выхода и три прихода. Боевики обстреливали наши позиции накануне. Бьют и сейчас с интервалом 10-30 минут. Пока украинские солдаты только фиксируют время открытия огня из вражеских гранатометов, ствольной артиллерии и пулеметов. Отмечают на картах огневые точки противника. Начинают провоцировать все более и более так. Я так понимаю, к концу перемирия время заканчивается. Мы готовы к работе в их направлении. Вот в частности тоже результат работы огня оккупационных войск. Деревья обуглились, посечены будто косой. Интенсивность огня сейчас, конечно, немного снизилась, однако не прекратилась вовсе. С утра здесь наблюдали вражеский беспилотник. После периодического огня из пулеметов и из танковых гранатометов противник решил пристреляться из более тяжелого оружия. Пока нашим способствует погода. Плохая видимость затрудняет работу вражеской артиллерии. Сейчас снег пошел, туман. Буквально сейчас будет прояснение. Они могут вполне запустить обратно беспилотник, посадить попали, еще не выпали. То есть уже будет конкретно видно. Но ведь затянуло сейчас пока надолго. Это хорошо. Это хорошо. После того, как отработает артиллерия, враг пытается подойти ближе к украинским позициям. Небольшими группами по 2-3 человека. Чтобы оценить нашу готовность к обороне. Украинский десантник очищает от привычной окопной грязи ленту крупнокалиберного пулемета. Чистому ленту для ДШК. Готовимся до вечера бурных ночей. Вечером? Агрессия. Со стороны противника. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. В Украинском министерстве иностранных дел рассматривают заявление Владимира Путина о возврате Украине военной техники из оккупированного Крыма. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов сообщила спикер ведомства Марьяна Беца. Ранее в России сообщили, что готовы передать Украине военные корабли и авиатехнику с полуострова. Курс на большую коалицию. Спустя почти 4 месяца после парламентских выборов немецкие политики договорились о формате правящего союза. Переговоры эти продолжались последние сутки. А о подробностях марафона Татьяна Лагунова. Утро вечера мудренее. Особенно если всю ночь до рассвета идут напряженные переговоры. Немецкие политики наконец-то договорились взяться за создание так называемой большой коалиции. И установили новый политический рекорд 24 часа. Это самый длительный раунд зондирующих переговоров в истории Германии. В здание штаб-квартиры социал-демократов переговорщики зашли накануне утром. И сутки, выходя к журналистам, разводили руками. Мне нечего вам сообщить. То и дело в СМИ просачивались пикантные детали. Дескать, политики решили подкрепиться сосисками. Или, например, передохнуть и сыграть в карты. И только спустя 24 часа в зале для пресс-конференции появились лидеры ХДС, ХСС и СДПГ. У нас были интенсивные, серьезные и глубокие переговоры. Документ, который мы разработали, это не поверхностный текст. Он показывает, что мы работаем над созданием условий, которые позволят Германии жить хорошо следующие 10-15 лет. То, что закреплено в документе, это не риторика. Мы настроены серьезно. И так же серьезно, как я могу судить после этих долгих переговоров, настроены наши партнеры. Документ, это 28 страниц текста положения, которые станут основой нового коалиционного соглашения. Договорились не повышать налоги, увеличить детские пособия и финансирование школ. Ограничить прием беженцев не более 220 тысяч человек в год. И если Меркель и Зейхофер готовы начать переговоры хоть сейчас, то Шульц сначала хочет получить одобрение на съезде партии. Мы будем рекомендовать съезду выдать руководству партии мандат для начала коалиционных переговоров о формировании федерального правительства. Партийный съезд запланирован на 21 января. Решение оформировать коалицию – это еще далеко не сама коалиция. Переговоры о ее создании будут идти не один месяц. Даже сами переговорщики прогнозируют, новое правительство в Германии появится не раньше весны. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Украина за 10 дней использовала годовые квоты на беспошленный ввоз меда в Евросоюз. Исчерпали также лимиты на яблочный и виноградный сок. Чем еще торгуют украинские производители в ЕС и, главное, на каких условиях, расскажут мои коллеги. Ситуация, когда в первую неделю года квоты на ряд продуктов исчерпаны, для Украины не нова. И Брюссель в прошлом году уже пересматривал нормы. Например, вдвое увеличили для беспошленного ввоза кукурузы, на треть – для ячменя, пшеницы и томатов. Для меда увеличили квоту на половину. Но годовые объемы пчеловоды исчерпали всего за 10 дней, сообщил замминистра агрополитики. Квоты, то есть разрешение не платить почту на ввоз конкретных объемов продукции, действуют только для 36 категорий украинских товаров. Так называемых уязвимых позиций. Тех, которые могут вытеснить внутреннего европейского производителя. Для всего остального, а это 96% украинского экспорта, ЕС вообще убрал пошлины с января 2016-го. Что позволило Украине усилить позиции на европейском рынке. Не только в отношении пищевой продукции, такой как крупы, птицы, мед, но и, например, елочные игрушки. В 2017-м Украина продала их в ЕС на 6 миллионов долларов. Это на треть больше, чем в прошлом году. Алиса Орлова, Елена Абрамович, подробности, телеканал Интер. Повысить пенсии украинцам с большим трудовым стажем и низкой зарплатой пообещал сегодня премьер-министр. В рамках рабочей поездки в Мариуполь Владимир Гройсман анонсировал, что правительство в следующем году разработает механизм повышения подобных пенсий. Правительство, по словам Гройсмана, опять же хочет не уравниловки, а справедливого дохода. Мы начинаем повертать повагу до тех людей, которые работают. Да, мы запровадили диференциацию, но мы говорим о том, что первый показатель справедливости – это сколько человек где работал, сколько заработал. И от этого мы можем отшликнуть, и все это будет штучно. Мы не можем работать в Зевнялевсе. Сегодня еще остается задачей для нас – повышать пенсию тем, кто имеет большие 100 работ, но и невеликую заработную плату. Мы в 2019 году эту проблему решим. Аванса не будет. Черкассы продолжают жить без бюджета. С конца декабря депутаты и исполком никак не могут собраться, чтобы утвердить главную городскую смету. За это время исполнительный комитет даже не удосужился рассмотреть возможность принятия усредненного показателя прошлогоднего бюджета. В этом случае город мог бы хоть как-то существовать. Сейчас же вся бюджетная сфера парализована, включая зарплаты и соцвыплаты. 10 января депутаты Горсовета отправили исполком в отставку. Его полномочия завершатся 15 числа, как раз в день выплаты аванса бюджетникам. Сегодня исполком планировал собраться, решить вопрос с финансированием. Но утром в мэрии заявили, что заседания не будет. Нашли убитой. Под Черкассами полицейские обнаружили тело пропавшей 4 дня назад Ирины Чупрыны. Женщина работала таксистом и в ночь на 8 января бесследно исчезла. Родственники знали, что Ирина в 4 утра взяла пассажиров до города смело, после чего с ней прервалась связь. Автомобиль таксистки нашли в пригороде Черкасс уже на следующий день после исчезновения. А ее тело с ножевыми ранениями обнаружили только сегодня в лесопосадке, в 18 километрах от областного центра. И сегодня же задержали возможных убийц. Ирина, это 20-летняя парень и девушка. Полиция открыла два уголовных производства по статьям убийства и незаконное завладение транспортным средством. Правда, родственникам Ирины до сих пор не предоставили никакой информации об обстоятельствах ее смерти. Нас досі не повідомили. Я так розумію, что всю вечернюю информацию мне нужно шукать с интернету 24 часа на годину. И, мабуть, судовое следствие, все інше я буду шукать в интернеті, судячи с того, как хочу с нами спілкуватися. Про причину смерті и який характер телесных ушкоджень, мы на сегодняшний день розуміємо их, але мы сможем говорить лише после заключения судово-медичной экспертизы. Число больных корей в Украине продолжает расти только в Киеве. За один день количество инфицированных увеличилось с 66 до 79 человек. Об этом сообщают в столичной лаборатории Минздрава. По информации медиков, 80% заболевших не были привиты. И до 21 января продлили школьные каникулы в Ивано-Франковской области. Сейчас этот регион лидирует по заболеваемости корью. В течение следующей недели чиновники просят родителей вакцинировать детей. Тем временем вспышку коря зафиксировали в Закарпатье. В одном из сел заболели почти 80 человек. Устрашающими темпами растет уровень зараженных и во Львовской области. Все подробности об этом расскажут мои коллеги. Село Середнее Ужгородского района. Здесь с подозрением на корь госпитализировали почти 80 человек. Почти все дети – жители микрорайона, где находится ромский табор. Под инфекционное отделение отвели сразу два этажа местной больницы. Здесь строгий карантин. Увидеть детей родные могут только через окна палат. Павел неделю назад привез сюда трехлетнюю дочь, а Лариса – двоих внуков. Мальчикам 2,6 лет. У детей схожие симптомы. За последние несколько дней ситуация в селе стабилизировалась, говорят медики. Новые заболевшие сегодня не поступали. На сегодняшний день остается 42 в лекарне. Но заходы, которые были у нас в жизни, думаю, они исприялись тому, что дальше она так не расширивается. Все пациенты выписываются в состоянии выздоровления. Медикаменты были полностью обеспечены. А вот в области, говорят, сложная эпидемическая ситуация. Корью заболели уже почти 700 человек. В основном – непривитые дети. Это нещепленные люди, как и дети, так и взрослые. Это одна из основных причин сейчас повышенной заболевания на кир. Из тех, кто заболели, 89% – это дети. 11% – это взрослые. Надо отметить, что взрослые переносят это заболевание тяжело, как взрослые. В первую очередь, это какие склады? Отиты, ларинготрохииты, бронхиты. И достаточно часто это заболевание легенев. А вот во Львовской области большинство заболевших корью – взрослые. Первую вспышку зафиксировали среди сотрудников одного предприятия в 10 километрах от Львова. Как допустили распространение опасного вируса, на заводе говорить не хотят. До нас, то есть никто не выйдет? Напевно, что нет. Диагноз «корь» подтвердили у 32 сотрудников завода. Сегодня на предприятии пришли с проверкой эпидемиологи. Проводится медичный огляд перед начатом работы. Это заболевание начинается подобно, как и простудно. Но в любом случае, или с простудным, или с кором, такие работники не допускаются на предприятие. Всего за последние две недели корью во Львове заболели 67 человек. И количество растет с каждым днем. Треть пациентов уже получила осложнение в виде воспаления легких. Вирус передается повитерно-кропленным шляхом на великой отстани. То есть при разговоре, при кашле, при чхании, просто при дыхании, человек выделяет этот вирус. И может даже захвореть человек, который даже не знает эту человеку, но живет в одном доме, ехала в одном транспорте, в одном маршруте, в одном поездке. Врачи прогнозируют, количество заболевших корей в Украине будет расти. И в первую очередь опасности подвержены школьники, которые в понедельник вернутся с каникул. А потому советуют безотлагательно сделать прививки. Марина Коваль, Галина Якушко, Юрий Ковалев, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. В Кировоградской области пожарные вторые сутки пытаются потушить городскую свалку. Мусор загорелся в Александрии еще вчера. Тлеет более 500 квадратных метров территории. Смог окутал два микрорайона. Пожарные сегодня весь день пытаются справиться с огнем. А в местной мэрии на экстренное заседание собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Чиновники обязали частное предприятие, которое арендует полигон, организовать круглосуточное дежурство и регулярно докладывать о ситуации. Во все тяжкие по-тернопольски четверо местных жителей обустроили нарколабораторию в частном доме. Через интернет они заказывали вещества для изготовления амфетамина, а для реализации готового продукта они наняли отдельную группу людей. У организаторов этого бизнеса изъяли колбы, вакуумные насосы, оборудование для изготовления психотропных веществ, почти килограмм марихуаны и более полукилограмма амфетамина. В Израиле продолжаются споры вокруг закона о смертной казни, который парламент принял в предварительном чтении. У нового закона нашлись как противники, так и сторонники. Какие их аргументы выслушал наш корреспондент Сергей Услендер. Это израильская тюрьма, в которой отбывают срок палестинские террористы. Среди них и молодой араб, который полгода назад вырезал в поселении Халамиш целую семью. Именно этот случай стал поводом для принятия закона о смертной казни, который прошел предварительное чтение в Кнессете. Смертная казнь предназначена как для наказания, так и для сдерживания. Пока подавляющее большинство в кабинете министров и юридический советник правительства возражают против изменения политики в отношении смертной казни для террористов, единственным способом добиться смертной казни является законодательство. Мало какой законопроект вызывал такие яростные споры и чуть не довел до драки в парламенте. Правящее большинство победило с очень маленьким перевесом. 52 голоса за, 49 против. Сторонники закона считают, а чем ликвидация террористов, которую проводят военные, отличается от смертной казни? Тем, что это делается без суда и следствия. По закону все будет по-другому. Защита, обвинение, предварительное расследование. Кстати, израильское законодательство предусматривает смертную казнь, только эта мера практически не используется. Первый раз смертную казнь в Израиле провели в 1948 году. Тогда по приговору военно-полевого суда был расстрелян армейский офицер Мейер Тувинский, обвиненный в шпионаже. Позже выяснилось, что он был совершенно невиновен. В 1962 году Моссад в Аргентине похитил Адольфа Эйхмана, нацистского преступника, одного из организаторов Холокоста. Его привезли в Израиль, осудили и повесили. С тех пор высшая мера наказания здесь не применялась ни разу. Противники нового закона, а среди них немало юристов, говорят прежде всего о возможности судебной ошибки. Дело Тувинского яркий тому пример. Кроме того, смертная казнь не останавливает преступников, тем более террористов. В тех же Соединенных Штатах, где есть смертная казнь, высокий уровень преступности. Нет ни одного исследования, которое подтверждает связь между тяжестью наказания и эффективностью его. Я хочу подчеркнуть еще раз, ни одна страна в мире никогда не добивалась введением смертной казни положительных результатов. Активнее всех против смертной казни возражают, как ни странно, спецслужбы. Они опасаются, что это даст террористам сильный стимул похищать израильтян, чтобы менять их на приговоренных к смерти соратников. Теперь слово за Верховным судом. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. И очередной скандал вокруг американского президента. Во время встречи с конгрессменами в Белом доме Дональд Трамп якобы заявил о том, что США не нужны мигранты из вонючих дыр. Так он охарактеризовал Гаити, Сальвадор и страны Африки. Слова Трампа немедленно процитировали все мировые СМИ. В ООН подобное высказывание назвали шокирующим, позорным, расистским. Баствана даже вызвала для объяснения американского посла. Тем временем сам Трамп утверждает, что ничего подобного он не произносил, но при этом он признает, что его речь действительно была жесткой. Все под колпаком американские конгрессмены еще на 6 лет продлили действие закона о слежке за иностранцами, позволив спецслужбам страны прослушивать разговоры и читать чужие имейлы по всему миру. Какие тайны теперь станут совсем явными? Дмитрий Анопченко искал ответ на этот вопрос в Капитолии. Масштабы поражают. Как выяснилось ИНН, американское агентство национальной безопасности ведет постоянную слежку за 100 тысячами иностранцев за пределами США. Но под колпаком не только граждане других стран. В прошлом году спецслужбы перехватили 150 миллионов телефонных звонков самих американцев. Количество прочитанных имейлов так велико, что и подсчитать невозможно. И все это вполне легально. В том числе и на основании так называемого раздела 702 закона о слежке за иностранцами. В январе его действие стекло и десятки конгрессменов. А среди них и демократы, и республиканцы заявили, пора покончить с незаконной слежкой. Внесли поправку. Запретить спецслужбам читать сообщения американцев. Мол, под предлогом борьбы с терроризмом. Они могут незаконно собирать информацию о жителях страны. Споры в зале заседаний были жаркими. Следить за иностранцами в нарушении конституции, это еще ладно, но следить за американцами, это недопустимо. Защитим американцев от произвола правительства. Мы не будем знать, что задумали террористы. Мы не сможем послать эти данные властям, чтобы предотвратить атаки. Последствия серьезные. Но в итоге палата представителей ограничений не ввела. 164 голоса против, 256 за. И действия закона продлили еще на 6 лет. Во многом из-за давления Белого дома. Администрация как могла уговаривала конгрессменов дать спецслужбам карт-бланш. А президент Трамп так и вовсе написал, мол, это слежка за иностранными плохими парнями на иностранной территории. Будем умными, нам это нужно. Своё слово еще должен сказать Сенат, но уже сейчас понятно. Попытка бунта тех, кто выступает за ограничения полномочий спецслужб провалилась. И СМИ задаются вопросом, а какая именно личная информация теперь перестанет быть тайной? Формулировка в законе обтекаемая. У спецслужбы без санкции суда могут прослушивать телефонные разговоры и просматривать имейлы иностранных граждан, находящихся за пределами США. Если задействованы американские интернет-серверы, узлы связи или спутниковые каналы. Но учитывая, что полмира пользуется Фейсбуком, почтой от Гугла или Скайпом, нынешнее голосование в Конгрессе, по сути, открыло для контроля любые данные, которыми мы обмениваемся с помощью этих сервисов и сетей. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Лучший фильм 2017 года, по мнению кинокритиков США, умный чемодан от китайских разработчиков и спортивные штаны, которые снова в тренде. Обо всем этом прямо сейчас. Фильм «Форма воды» режиссера Гильермо Дель Торо стал лучшей картиной 2017 года по версии Академии кинокритиков США. Фэнтезийная мелодрама повествует об отношениях девушки-уборщицы и запертого в секретной лаборатории гуманоида-амфибии. Лента также завоевала награды в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая работа художников-постановщиков» и «Лучший саундтрек», таким образом, получив 4 статуэтки из 14 возможных. Спортивная одежда, максимализм и многослойность – таковы тренды 2018 года согласно рейтингу фэшн-здания «Хайбай». На первой строчке – спортивная одежда. Кроссовки разнообразных форм и расцветок до сих пор не теряют своей актуальности, а спортивные костюмы, к примеру, из линейки «Пума Фэнти» от «Рианы» или «Изи» от «Канни Веста» по-прежнему найдут свое место в гардеробах модников. Также в новом году в тренде многослойность и яркие цвета. Особенно популярными будут завышенные джинсы и одежда «Оверсайз». В Саудовской Аравии открылся первый автосалон для женщин. Посмотреть экспозицию в городе Джида приехали сотни автолюбительниц. Клиентки садились за руль, осматривали салоны экспертным взглядом и фотографировались на фоне новинок. Такие мероприятия для них почти экзотика, ведь водить авто жительницам королевства разрешили всего несколько месяцев назад. Управляют выставкой тоже исключительно представительницы слабого пола. Преданный и даже немного навязчивый. Китайская компания «Найнтифан» изобрела умный чемодан, который словно щенок повсюду следует за своим хозяином. Об этом говорит и его название «Папи Уан» – щенок по-английски. Перед движением своего владельца сумка отслеживает при помощи датчиков, которые человек держит при себе – в карманах одежды или ручной клади. Помимо прочего, чемодан оснащен системой GPS. Благодаря новинке людям не придется таскать за собой тяжелые чемоданы. Стоимость сумки нового поколения пока что неизвестна. Корейская культура и местный алфавит «Хангиль» легли в основу дизайна медалей зимних олимпийских игр в Пхенчхане. Их презентация прошла в Сеуле. На лицевой части медали изображены динамические линии, символизирующие историю олимпийских игр. Наоборот, спортивная дисциплина, в которой завоевана награда и эмблема Олимпиады 2018. Виртуальную версию наград презентовали еще осенью прошлого года, тогда как сегодня продемонстрировали уже отчеканенные медали. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, приятных выходных и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин